Добрый день, коллеги! Сегодня я хочу представить вам вариант аналитической панели по анализу продаж. Аналитическая панель или дэшборд, если в английской интерпретации, это набор основных показателей, благодаря которым мы можем за короткое время провести анализ нашего бизнеса. Дэшбордами в основном пользуется высшее руководство компаний. Итак, давайте посмотрим, что же представляет пример нашей панели продаж. Итак, мы видим в левом верхнем углу большой показатель продажи с начала года. Это так называемый KPI, ключевой показатель эффективности, который говорит нам о том, что с начала года продажи составили в абсолютном выражении 69,2 миллиона долларов, а в относительном это 48% прироста к прошлому году. То есть мы работаем хорошо, мы стали продавать за тот же период времени на 48% больше, чем в прошлом году. Рядом показатель справа от продаж с начала года, продажи с начала месяца. Этот показатель нам говорит, что с начала месяца мы продали на 6,6 миллиона долларов, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы видим прирост на 59,3% к прошлому периоду. Это говорит, что динамика в этом месяце даже лучше, чем динамика в целом за год. Далее идет такой показатель, как продажи в штуках. И здесь мы видим тоже прирост, однако он уже несколько меньше. Это всего 34,6% по отношению к прошлому году, тогда как продажи в суммовом выражении 48,1%. Это нам сразу говорит о том, что несмотря на то, что мы продаем в штуках меньше, нет, не так. Это нам говорит о том, что мы продаем дороже, чем в прошлом году нашу продукцию. И показатель средняя цена продаж как раз подтверждает наши догадки. И мы видим, что средняя цена продаж составила 10,47 доллара за единицу продукции, тогда как в прошлом году этот показатель был на 10% ниже. Далее мы переходим к анализу гистограмм. Двух гистограмм, продажи по каналам сбыта и продажи по брендам. Продажи по каналам сбыта имеют разную динамику по разным каналам. Мы видим, что в сегменте масс ритейлерс или сетевые продажи некоторый спад на 2,8% по отношению к прошлому году. Тогда как в сегменте department stores или гипермаркеты мы видим рост на 4,8%, а в сегменте бутики опять спад. То есть динамика разнонаправленная. И интерпретировать этот показатель следует в зависимости от выбранной стратегии бизнеса. Я объясню, что это значит. Если стратегия бизнеса направлена на увеличение продаж, на захват рынка, то показатель спада продаж в сегменте масс ритейлерс – это плохо. Мы не идем в стратегическом русле. Где-то мы сбавили. И здесь нужно анализировать дальше, в чем причина. Если же стратегия бизнеса направлена на повышение средней цены продажи или повышению прибыльности бизнеса, то показатель масс ритейлерс – это хорошо, это правильно, потому что, как правило, работа с сетевыми ритейлерами – это самые дешевые продажи, это самая низкая наценка. Тогда как в сегменте супермаркетов мы видим рост, то есть мы в супермаркетах продаем больше, то есть научились продавать больше относительно того, что мы продавали в масс ритейлерс, и цена продаж будет выше. Однако в бутиках мы также отстаем, и тоже не дотягиваем даже до такой стратегии. И здесь это то, над чем надо задуматься в ближайшее время. Если бы мы в бутиках тоже увеличили, то, скорее всего, показатель средняя цена был бы значительно выше, чем то, что мы сейчас имеем. Ну, продажи по брендам, так как эти бренды вымышлены, мы можем анализировать только, что да, какие-то бренды продаются меньше, какие-то больше, в основном меньше, чем больше. Вот Qt Mami является брендом-флагманом, и идет рост. И надо смотреть уже, детально анализировать, почему мы провалились в этих показателях, каковы наши конкуренты, что они делают. Возможно, какая-то демографическая ситуация изменилась. В общем, эта гистограмма продажи по брендам требует детального анализа дальнейшего и работы уже скорее аналитиков, нежели высшего руководства. Итак, давайте перейдем к следующим показателям. Давайте рассмотрим драйверы продаж. Это левый нижний угол. Что показывают, что есть драйверы продаж? Драйверы продаж – это такие показатели, которые могут предсказать то, что произойдет в скором времени. Это то направление, куда мы будем двигаться. Давайте посмотрим. Например, новые клиенты. 7 ВС, утраченные 12. То есть мы разучились привлекать новых клиентов. Мы утратили старых клиентов, а заполучили новых меньше. У нас присутствует отток клиентов. И это плохо, потому что сохранение клиентов – это гораздо дешевле, чем привлечение новых. А мы видим здесь провал по этому показателю. Возможно, в скором времени мы будем испытывать проблемы с клиентской базой. процент новых товаров, продаваемых против старых товаров. Получается, что мы продаем 22% новых товаров в общей сумме продаж. Тогда как в прошлом году мы умудрялись продавать 82% новых товаров, и это абсолютно провальный показатель, мы упали на 60%, мы совершенно разучились продавать новые товары. Почему? Возможно, это случилось потому, что в прошлом году был какой-то прорывной товар, который всем стал нужен. Какой-то, я не знаю, новый айфон вышел, который порвал всех конкурентов. Но, тем не менее, мы видим, что в прошлом году продажи новых товаров были гораздо значительно лучше. А чем это нам грозит? Это нам грозит тем, что в какой-то момент мы не сможем охватывать новые рынки, мы не сможем продавать новые товары. А продавая только старые товары, рано или поздно, мы утратим свои рыночные позиции. Далее. Да, вовремя и полностью. Этот показатель характеризует качество нашей работы с нашими клиентами. Мы видим, что в этом году 91,4% заказов были привезены клиентам вовремя и в полном объеме. Тогда как в прошлом году этот показатель не дотягивал до 91%. В принципе, эти показатели высоки, что в этом периоде, что в прошлом периоде. Но, тем не менее, мы уже, мы все равно улучшили качество. То есть, наши сервисные подразделения, наши логисты, наш транспортный цех отработали оптимально, отработали хорошо. Возможно, наши партнеры, которые осуществляют доставку грузов, отработали великолепно. Им надо стимулировать за это. И в этом плане, это, возможно, наше конкурентное преимущество. Мы доставляем вовремя и полностью. И это хорошо. Это характеризует нас, как качественных партнеров. Средний заказ значительно вырос на 22%. Это хорошо. Если бы это еще и было в одном направлении с новыми клиентами, это было бы вообще великолепно. Но, тем не менее, наших менеджеров по продажам следует похвалить. Так же, как и средние продажи по менеджерам возросли и возросли значительно. Отдел продаж и руководитель отдела продаж работают хорошо. Они молодцы. Но, есть какие-то проблемы с нашей дальнейшей, с реализацией нашей стратегии. Это можно было бы анализировать, если бы мы имели не просто пример, а имели увязку наших KPIs со стратегией бизнеса. Это как раз таки доказывает, почему очень важно иметь не просто дешборд, а иметь стратегию бизнеса. И только к ней такой инструмент, как дешборд, аналитическая панель, бизнес, аналитика и все такое. Это имеет значение лишь когда у бизнеса есть стратегии и когда это дополнительный инструмент понимания, в каком направлении мы идем. Итак, дальше. Дальше мы видим табличное представление от наших топ-10 клиентов. мы видим их продажи в этом году, мы видим продажи в прошлом году, мы видим маржу, мы видим количество магазинов. И в чем удобство непосредственно этого представления? Если мы отфильтруем, нажмем на шапку по какому-то из этих показателей, мы можем увидеть, кто от нас ушел. мы видим, что изменения минус 100%, все в красной зоне. Эти клиенты ушли от нас. И тут надо работать и узнавать, почему они ушли, были ли они нашими клиентами, или правильно, что они ушли. тоже бывают по-разному. Вот такая аналитическая панель. Дальше можно перейти на некоторые другие вкладки и посмотреть, что еще можно проанализировать. Вот, например, вкладка тренды. На вкладке тренды мы видим изменения в течение периода времени. Мы видим, как идут продажи в разрезе месяцев. Мы можем видеть, как скачет наша доставка по периодам. видно, что смотрю на нижний правый график, видно, что последние месяцы октябрь, ноябрь, скорее даже новьябрь и декабрь имеют разнонаправленную динамику. что-то произошло. Уровень спроса как-то начал меняться. И здесь интересно, здесь надо смотреть, к чему это привело. Поставки вовремя и полностью мы видим колебания по нашим основным отраслям реализации, по бутикам, супермаркетам, сетевым клиентам. Больше всего колебаний по сетевым клиентам, но это и понятно, там наибольшая нагрузка и вероятность того, что будут какие-то сдвиги, она вполне себе понятна. Вот не нравится то, что по бутикам достаточно по-разному происходят скачки в пределах от 95% до 86%. Вот как раз на этом сегменте нам следовало бы сосредоточиться максимально, если мы хотим иметь продажи именно в бутиках по самым высоким ценам. поработать именно с качеством доставки для этих клиентов. У масс-ритейла все в пределах средних значений, и по супермаркетам отработано все хорошо, я думаю, не требует никаких корректировок. Итак, мы с вами рассмотрели панель, аналитическую панель, в которой можно познакомиться с продажами. Мы попытались проанализировать, что значит все эти показатели, как их интерпретировать, как работать с этой панелью. Полагаю, что время, которое мы потратили на этот анализ, было незначительным. Панель оказалась удобной, информативной, наглядной, красивой. Ее можно смотреть как на персональном компьютере, так и на планшете. В данном случае это ClickView. Здесь нет такой оптимизации, что одно приложение может быть для совершенно разных экранов, но тем не менее возможно сделать под каждую задачу свое приложение. Анализ удобный, красивый, информативный. Это все, что требуется от BI системы. Спасибо за внимание. Оставайтесь на канале. До свидания. с Продолжение следует...